Итак, у нас сегодня заключающее наше видео из трёх про материальную природу. Зачитаю текст из Бхагавадгиты, 9 глава, 10 текст, он где-нибудь тут сбоку будет. Будучи одной из моих энергий, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет всё движимые и неподвижные существа. Под её началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Там, конечно, ещё очень много чего написано про материальную природу. Знаете, вот что меня лично заставляет как-то интересоваться, верить, идти дальше? Очень многое описание, что вот есть материальные наслаждения, есть более тонкие, 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 тонкие. И самое тонкое наслаждение — это когда уже на уровне души мы испытываем счастье. Такая ступень, лестница, что ли. Вот, и описывается, что люди, которые развились и осознали себя душой, просто читая молитву, они удовлетворены полностью. И это счастье, которое не сравнится ни с чем в этом материальном мире. У меня, конечно, нет такого опыта, но я думаю, у каждого есть опыт. Например, когда самое такое грубое, что ли, да, проявление удовольствия, допустим, это еда. Да, вот покушал и испытываешь счастье. А следующее уже эмоциональное счастье. То есть уже, допустим, от дружбы, от любви, от эмоций. Когда мы уже кушаем не просто еду, а, допустим, вкусную и красивую еду. И вот это вот счастье, допустим, уже эмоциональное, оно выше материального. И это очень легко проверить. Например, если у нас вкусная еда, да, и мы её, допустим, кушаем в обществе человека, который нам нравится. Да, то даже если мы кушаем очень простую еду, допустим, там хлеб с молоком, да, ну самое простое. Но мы это кушаем с человеком, с которым у нас близкие, тёплые, душевные отношения. То даже несмотря на то, что еда очень простая, мы будем очень удовлетворены. И обратная ситуация, если даже самая вкусная еда на планете, но мы сели за стол с нашим врагом, то мы не получим никакого удовольствия от еды. Хотя еда будет очень вкусная, но нам будет, ну как правильной мере, я с этим согласна. То есть это не я придумала, это просто я выслушала на лекции. Нам, ну не будет лезть кусок в горло, потому что эмоционально мы сейчас напряжены, и нету доверительного какого-то атмосферы. Вот, то есть здесь очень понятный пример, что вот эмоциональная часть, она выше, чем физическая. И поэтому я верю, когда говорят, что счастье на уровне души, да, оно самое высокое. То есть оно выше материального, эмоционального, там, социального. Вот этих вот всех самое высокое счастье — это счастье на уровне души. И если вот исходить из этого, что самое высокое счастье — счастье от взаимоотношений, например, с Богом, да, то есть когда мы уже чувствуем действительно его присутствие. Мы не просто теоретически прочитали и сделали вывод, допустим, верить, да, ну просто так вот сделали вывод. Вот. Или, например, мы просто родились в стране, где какая-то традиция, и мы как бы автоматически становимся последователем той или иной традиции, просто по принадлежности, например, к этой стране. Что-то я мысль потеряла, дорогие друзья, товарищи. Да, сложно мне отдаётся вот это вот, видите, но тем не менее. В общем, сама по себе материальная природа, как описывается, она счастья даёт немного. Она, конечно, тоже даёт счастье, потому что это тоже энергия Всевышнего. Но счастье мы получаем в некотором смысле каким-то опосредованным путём. А если мы развились до уровня души, то есть мы осознали себя душой, то мы можем получать счастье напрямую уже от Бога, не через материальную природу. И если мы дошли до этого уровня, то мы уже больше не возвращаемся в материальный мир, в христианство, вернуться в Царство Божье. Может быть, это звучит как-то комично, несерьёзно, это невозможно, это всё мифы, сказки, легенды и так далее. Ну вот я приняла решение в своей жизни, наверное, исходя из всего, что я прочитала. Не просто слухи в интернете из серии «Да Иисуса вообще не было, да это всё байки из склепа, это всё глупые и неразумные люди на деревьях, им делать было нечего, они вот придумали какого-то мифического Бога, теперь вот мы люди разумные, в Бога верить уже не обязательно, его нету и так далее». То есть вот я, всё, что я прочитала, я сделала вывод, что древние люди были не такие уж и глупые. Да, у них не было компьютеров, не было у них цифровой техники, машин и так далее. Но такие они знали ценность духовному знанию. То есть они действительно, у меня сложилось впечатление, что они знали, зачем это надо, для чего это надо, что это даёт, зачем нужна молитва, кто такой Бог, что значит пройти духовный путь. Вот этого они знали гораздо больше. Сейчас как-то оно вымывается, хотя люди как умирали, так и умирают. Если посмотреть правде в глаза, то есть вот у меня был просто такой опыт, что вот если мне скажут, что вот завтра всё, там конец-конец, да, или там через полгода ты как бы всё, у тебя, допустим, какую-нибудь болезнь нашли. И я понимаю, что всё, что я делаю сейчас, оно резко утратит смысл. Да, то есть какие-то там зарабатывания денег уже не надо, там, когда красиво одеваться уже не надо, там, общаться уже не надо. То есть я понимаю, что абсолютно всё потеряет смысл. И уже как бы будет такой последний, да, последние дни. И вот сейчас принято считать, что после этого уже ничего нету. То есть ты как бы сознание выключается, и ничего не существует за пределами смерти. То есть обычно сейчас популяризируется именно эта концепция. Тоже нету на самом деле никаких доказательств. То есть если в религии нету доказательств, то и в этой концепции тоже нету никаких доказательств. Оно просто основано на том, что мы не можем перешагнуть вот эту черту, да, посмотреть, а что там, а как там, есть ли этот рай или ад. Но не можем. У нас нет таких возможностей, нет таких способностей. А там, кто говорит, что у них есть, то это всё мистика, магия, эзотерика и так далее. То есть верить им или не верить непонятно. Официальная наука не подтверждает. Да, всё-таки принято идти сейчас по пути официальной науки. Как ни крути. Вот, то есть эту область исследовать, ну, никак, пока мы её не исследуем. То есть это личный выбор каждого, верить, во что ему верить, во что стремиться и так далее. И ещё есть такая какая-то, ну, статистика, не статистика, что те, у кого был какой-то предсмертный опыт, клиническая смерть и так далее, они более серьёзно, наверное, уже задумываются на эти вопросы. И, наверное, не все, но как-то уже более серьёзно относятся. Пытаются сами что-то искать, проверять, как-то искать какие-то подтверждения. Там, едут в Тибет, я не знаю, куда угодно, да, там, чтобы хоть какое-то знание, хоть какое-то знание получить. Вот, мы тут тоже с вами как бы образовываемся постихонечку, постепенно. Там прочитали, тут прочитали, как бы, я не говорю, что то, что я рассказала за эти три видео, это истина в последней инстанции. Это как бы для меня я выбираю в это верить. Вот, наверное, вот так будет правильно сказать. Может быть, это истина, а может быть, нет. То есть, наверное, каждый сам должен сделать для себя этот выбор. Но то, что это помогает жить, это факт. Я не знаю, но вот мне очень помогло. Как минимум, просто вот понять, что есть что-то большее, чем вот удовлетворять свои какие-то выживальческие, может быть, так сказать, потребности. Просто кушать, спать, зарабатывать деньги. То, что есть что-то выше, что-то большее, может быть, даже что-то более ценное. Вот. Как минимум, жить стало интереснее, намного интереснее. Вот, спасибо, что вы были со мной. И всем пока. До встречи в следующих видео. Спасибо. До встречи в следующих видео.